всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения с вами рэй продолжаем охотиться на животных сейчас я иду как раз в то место в которое вам обещал в прошлой серии и я надеюсь у нас все получится и будет как надо были посмотреть какая красота ладно осталось у нас всего лишь 320 метров нет общение что я как-то не так немного пошел что-то и не припомню чтобы я по горам там бегал давайте-ка посмотрим оу ё-моё я совсем не в то место рванул ребят точнее иду то правильно но надо идти не в гору а по тропиночки мне по идее дальше то я все равно там не заберусь где у нас тропинка тропинка должна быть где-то ниже ага все я вижу ее вон она или это не тропинка блин все так блестит переливается так дайте-ка я нафиг спущусь что-то мне не нравится йоу нифига я тут приподнялся то отсюда только еще шпиндякнуться не хватало для полного счастья нет все ребят я оттуда выше не поднимусь надо будет срезать да видите дорожка идет боков козе это ночлежка для животных так что нам нужно вот сюда вот спускаться потому что только по ней туда возможно добраться а вон она впереди тропиночка это сейчас мы на нее спустимся и уже пойдем по дорожке как-то не как-то немножко даже странно что никого здесь нету ни одной животины может быть я слишком рано пошел по времени обычно хоть кто-то да кряхтит голос подает а тут вообще тишина только лишь птички летают ага вот вот ребята брачный зов лося понятно он где-то там за горой получается давайте пойдем потихонечку чтобы если что не спугнуть его да если честно сказать он как раз находится на моем месте куда я в данный момент направляюсь просто напрямую у меня не получится забраться в гору а именно по тропинке я обойду и как раз выйду в то место да вот я сейчас выхожу и вдоль нее пойдем и я надеюсь этот лось там все еще будет сидеть так отлично ну вот она и тропиночка наша все вот по ней мы будем с вами смело идти как раз в мое любимое место наверху как видите вон смотровая вышка потом я на нее залезу покажу с нее какой вид слушайте что-то как-то подозрительно тихо обычно здесь оп все нормально ребята я уже приготовился вот он этот кстати лось так я не понял по моему вот отсюда и начинается мое местечко да ребята с двух сторон лес и лишь вот вот это только тропинка это единственный выход по которому они могут смыться ну изредка могут еще пройти сквозь лес но это очень редко у них получается так что думаю что здесь у нас будет хорошая сегодня нажива по крайней мере до этого меня еще это местечко не подводила да вот она тропиночка с двух сторон лес тихо я слышу слышу его но пока не вижу странно да куда он там гаденыш спрятался так ладно ребят давайте немножко наверно с вами продвинемся сюда просто мнение охота далеко уходить от этого узкого места потому что это единственный их не спасительный путь они именно сюда ломанутся в первую очередь если здесь начнется пальба но у меня как-то немножко расстраивает то что здесь я никого не вижу обычно здесь полно животины почему я и назвал его смертельный капкан для животных ты выше этот вот как бы вот эта поляна это просто можно сказать ад для них когда сюда приходит охотник но как-то очень странно что никого не вижу даже я немножко расстроен хотел показать вам всю красоту этого местечка получается что никого здесь нет но по крайней мере лось где-то здесь должен быть только вот что-то он втихаря где-то тихарится может быть приманочку использовать выманить его как-нибудь блин я уже достаточно далеко отошел от своей точки мне надо стоять здесь и выжидать момента я думаю может приманочку использовать а все таки ну где ты лось покажись я не знаю что ты здесь так это у у нас кузайца там наверно бегает ну что же будем надеяться что кто-нибудь вылезет пока чисто да как так такого быть не может а дайте-ка я обратно немножко смещусь эй олени появитесь елки-палки не запарывайте мне серию давайте еще разочек опана один есть ребята отлично отлично наповал сразу же опа а вот и лось ребята вот он наш родной ныкался так стопудово задел его но не добил ага вот они красавцы все выбежали ныкались по кустам значит тогда я сюда смещусь чтобы они пробежали мимо и сейчас мы здесь начнем валить всех никто не уйдет поверьте мне так я значит видел три оленя лось который подбит но не сдох еще и один олень у нас уже готовый в общей сложности пять тушек должно быть куда они там убежали то все так вижу вижу там сюда вот так смещусь маленечко лазит ползает хотят выбежать я же вижу что идут к моей тропинке но не тут то было вот сюда даже маленечко шугану их здесь есть и что пошли пошелестим как говорится чтобы мало ли чё не сбежали и быстренько обратно так вот он идет красавчик мой ага подранил подранил его но не добил давай 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 иди сюда красота моя блин один готов там ребята лежит я вижу куда куда ломанулся ну-ка нафиг вот об этом я вам ребята и говорил видите видите чё делают хрен там не на того напали так по моему добил да по крайней мере он не выбежал дальше значит где-то там упал так и того у нас уже три или я ошибаюсь так еще один хочет выбежать все равно ты мой никуда ты не уйдешь прям в чайник скорее всего зарядил так раз два три да три есть я вижу опять дождь начался ё-моё так ну что пойдемте ребят собирать ага вон еще один о помер видимо был подранок смертельно раненый так что долго он тут не побегал так грудь я ему прострелил отлично давайте следующего проверим ну что допрыгался тут я ему пробил легкое так еще один лежит тоже грудь пробил так и того уже трое там четвертый лежит блин а где же интересно лось неужели убежал нет нифига ребята вот он четвертый и там лежит пятый у нас череп челюсть интересно как это так череп челюсть когда пуля пролетела над головой буквально черкашом ну и вот он пятый неужели это лось а да ребята это лось и кто-то здесь еще остался так колумбийский олень ну что ж пойдемте глянем ну как видите ребята местечко моё работает так что все отлично не зря я вам показал его все получилось так что пользуйтесь блин олень он где-то здесь но тут озеро у нас неужели он на водопое где-то а что-то честно говоря мне не очень нравится как вода может быть я с водой не на ультра поставила надо будет посмотреть потом этих в опциях как-то немножко вроде как блек блекленько тогда ну-ка давайте-ка глянем сейчас в настройках так графика так вода качество воды ультра стоит все нормально так это мы вернем обратно так качество меха у нас высоко ну тут только высоко ультра нету так где-то впереди причем довольно таки близко ребята блин не тот вот он выйдет нет после такой пальбы что здесь было навряд ли он куда-то выйдет ну давайте я вам покажу озеро что ли было бы еще прикольно если бы здесь можно было бы рыбачить вот вообще бы цены бы не было бы пришел да поохотился оба на достал снасти удочку и давай тут рыбачить я больше чем уверен здесь обалденная рыбешка водится эээ каша какая-то да ребята что-то этот колумбийский олень не хочет показываться ну в принципе я деньги свои отбил да 4 оленя 1 лось я считаю это шикарно на одной точке ну-ка давайте зайдем с вами в воду пена все как полагается такое дно ну не илистая как стать глиняное такое блин такая охота сейчас занырнуть и поплавать а слушайте а чё так мелко то может быть мы так сможем пол озера пройти ну-ка нафиг чё тут чё тут плесканулась пойдемте отсюда нафиг а то еще какой-нибудь карась за задницу укусит или сом утащит нас с вами так ну что по периметру чисто я никого не вижу красота да вообще так ну что ребята можно в принципе что сделать можно залезть на вышку я вам обещал показать какой из нее прекрасный вид сейчас мы это сделаем раз никого здесь нет пока залезем на вышку с нее офигенный обзор в некоторых местах я даже с нее охотился когда в руке есть снайперская ментовка точнее не снайперская ментов оптический прицел можно любую дичь выследить и подбить где бы ты не находился какое бы расстояние вас не разделяла так вот эти ребята домики старенькие это как знаете как артефакты в них можно найти например старые оленьи рога которые очень очень ценятся на черном рынке и их можно продать за приличную сумму денег но как видите здесь пока ничего нету или я уже собрал так ну-ка поднимусь я здесь нет черт слишком круто по моему не получится хотя вроде продвигаюсь идем-идем-идем-идем-идем нет ну фиг с ним ребят давайте тогда спустимся на нашу тропинку и уже по тропинке поднимемся она как раз ведет именно к этой вышке они смотрите-ка я здесь поднялся отлично все хорошо это знаете такая вышка построена для туристов и для охотников которые могут залезть на нее и посмотреть вив да довольно высокая ну я здесь уже был так что мне не будут показывать краткую историю тут обычно видеоролик включается камера летит по всем этим местам и рассказывается что как да почем вот так вот примерно все это ребята выглядит вон там озеро чила впереди или даже левиафан я точно не скажу озер здесь очень много речки озера болото все есть что бы вам еще ребята показать а может быть отправимся с вами на другой континент там другие места охотничий как говорится немножко другая природа совсем другая дичь если у нас здесь что койоты олени лоси медведи что еще да много чего здесь то там у нас зубры косули лисы в общем давайте сейчас посмотрим я вам так сказать краткую экскурсию покажу по быренькому пройдемся шлепнем кого-нибудь ну и вернемся наверное обратно поохотимся на медведей в данный момент мы отправляемся куда-то в европу в германию где-то в германию я так понимаю так смотрите да здесь я очень мало пока был видите еще все открыто все зелененькое все знаете какие вопросиков еще не открыты давайте поставим сюда точку и будем к ней потихоньку двигаться да конечно очень красиво здесь все сделано не подкопаться тихо это кто у нас косуля вот ребята о чем я вам и говорил здесь уже косуля но в принципе чем она отличается от оленей да практически ничем единственное что нет врагов вот у меня манок на косуль я надеюсь что мы сейчас с вами добудем одну косулю пока тишина надо будет мне кстати как-то вплотную заняться этой картой потому что она у меня неразведанная много чего здесь есть интересного всякие артефакты достопримечательности но как видите все это у меня еще не открыто потому что на старой видеокарте я не смог здесь очень хорошо бродить потому что почему именно в этой месте у меня сильно лагало ну а сейчас вполне вполне играбельно так подождите где-то лазит вот она вот она ребята прям за деревом вижу я вроде бы ага морду подглядывает что делает так здесь нет по умнее это дерево блин ага вот она стоит там ну ка вот так опана она даже не поняла что произошло офигеть да первый выстрел был она ее откинул это довольно прилично от этого дерева но она не сообразила что произошло поэтому у меня был момент ее добить и пробил я ей низ шеи грудной отдел правая лопатка задета ну что ж довольно неплохо получаем всякие очки получил я шестьсот пятьдесят баксов за нее давайте продвигаться с вами дальше у нас все таки есть точка к которой мы должны с вами дойти так четыреста метров до нее нам осталось идти главное чтобы не наступила ночь или вечер в потемках лазить здесь как-то не айс так подожди кто-то здесь косуля брачный зов ладно бог с ней пускай бегает так а вот у нас ребята по моему трасса да если я не ошибаюсь блин тут же можно купить себе ребята этот в обновлении воткнули да трасса квадроцикл и на нем можно рассекать говорят особенно хорошо открывать на нем местность но 169 рублей мне честно говоря жаба душит ну а так бы я погонял бы с удовольствием просто как вам сказать не то что даже жаба душит всю эту местность можно пройти пешком а в отзывах я прочитал ты ездишь на этом квадроцикле животина от тебя вся разбегается то есть это надо будет ее оставлять где-то технику идти пешком охотиться то есть то же самое я могу также и пешком добраться тихо также пешком добраться поохотиться и уйти куда мне надо так даже интереснее если честно пешком когда ходишь очень много чего интересного находишь вообще вся смысл охотника в чем доехать до места охоты выйти и уже здесь охотиться у меня то же самое выходит я телепортируюсь куда мне надо и уже начинаю здесь а ребята понятно это у нас точка была сторожевая вышка здесь можно ее построить и естественно в ней сидеть смотрите довольно неплохая поляна да такая шикарная я даже сказал но что то мне говорит о том что мало здесь животины будет ладно давайте построим с вами залезем залезем и будем с вами смотреть здесь я насколько понял есть реальность подбить койота может быть приманочку использовать вот смотрите впереди была вышка смотровая что то пока вообще здесь никого не замечаем давайте нет не косулю а именно вот это монок у нас на койотов называется подраненный заяц ну то бишь вы понимаете да как будто здесь где-то лежит раненый заяц тем самым привлекает койотов но пока я не вижу ни одного но если он здесь есть обязательно должен появиться блин благодать то какая а а поля ветер так тихо вы слышали койот где-то опа на точнее это ребята лиса как ведет как у меня ведет прицел а по-моему не попала а черт ну как же так блин ушла слишком далеко ребята и видите мишень гуляет невозможно даже хоть замираю хоть не замираю хоть задерживаю дыхание не помогает ничего да ушел от нас лис или все таки это был койот я не понял если честно по морде они практически одинаковые что койот что лис только вот разница в том что у лисы вроде более-менее пушистый хвост а у койота так себе как у собаки в принципе это и есть как койота и то есть собака горная там лесная как ее назвать да жаль 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 конечно что я не попал обычно такого мелкого зверюшку даже если ранишь он падает сразу ну а здесь я видимо дал промашку да на горизонте нету значит все ну а в таких местах обычно когда происходит выстрел уже долго никто не появляется так что я думаю смысла здесь находиться нету надо было вот с этой винтовки стрелять ребята у нее более-менее как сказать наводимость лучше даже не так ведет сами видите да а с замиранием дыхания вообще практически не двигается да ну у меня на нее нет патронов опа на а вот это уже новости какие-то ребята просто где 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 бинго а нет или да что-то не моему чон там а все видимо я ее подбил она присела ошарашенная ну так как было смертельное ранение сразу же здесь погибло ладно подбираем ее и я думаю может быть с вами отправиться уже на медведей поохотиться довольно занятное такое как сказать довольно занятная охота на них так отлично куда ему там в копчик я ему попал в крестец понятно все в общем хорошо ну что главное что здесь мы с вами подбили две косули жаль конечно не подбил койота или кто там у нас лиса давайте с вами вернемся в лейтон лейк сейчас мы ... телепортируемся в определенное местечко о а тут у нас ливни траливные слышите да Ну да ладно, это ерунда Я надеюсь, куда мы сейчас с вами Телепортнемся, там не будет дождей Хотя Фига не будет, континент-то один Оу, еще и гроза С грозой-то хреново Так, где я тут у нас появился? Так, давайте глянем Ага, нам нужно куда-то Вот сюда, ребята Да-да-да-да, именно вот в этот опорный пункт Сюда мы с вами и перемещаемся Как же ливень-то сильно бьет, а? Руначи Так, это у нас Железнодорожный мост там был Ну что ж, пойдемте глянем Надеюсь, нам повезет С Мишкой Так, ну тут такая болотистая местность Так, это кто у нас? Колумбийский олень Причем довольно близко где-то он Ну он сейчас убежит, потому что, ребята Мне через болото надо пробираться А знаете, сколько шума от него? Когда идешь по этой, как ее Как это? Трава-то называется у нас В общем, вы поняли Она создает очень много шума И тем более сейчас вода Хлюпанье все это Тут никак тихо не пройти Абсолютно Так, куда нам двигаться, а, ребята? Надо вот где-то Вдоль, можно так сказать Вот этих вот Болотин идти И Есть вероятность Что мы с вами его встретим Да, вот так вот Наверное, прямо и будем с вами двигаться Вот так вот Куда-нибудь сюда Ну, опять же, ребята Нет гарантии Сто процентов Что мы увидим его Так, это что у нас тут? Колумбийский олень Предупреждение Значит Он меня чувствует Или видит Ага, понятно У них здесь, ребята, ночлежка Видите, буковка З Сто метров буквально до нее Есть, кстати, смысл Сходить туда Проверить Раз он здесь подает голос Значит, скорее всего У них время Сна А раз время сна Значит, они сейчас все Попутят сюда Ну, по крайней мере Кто здесь рядом находится Опа, она это Нет, не показалось Я уже думал Впереди кто-то ползет Но нет Глюк был Двигаемся тихонько Как можно меньше шума Хотя не глюк, ребята Давайте Почему я стреляю именно в шею А не в голову Как это Не парадоксально звучит, ребята В прошлых сериях Точнее, в старых сериях Я очень много спорил По этому поводу Почему в голову не убивает С первого раза И вы не представляете Знаете, почему он не убивает? Потому что пуля может Отрикошетить От черепа Так, белохвостый олень Отрикошетить От черепа И тем самым Животное Не умирает Поэтому лучше Стрелять Естественно В шею Это, как говорится Стопроцентная гарантия Того, что Или оно сразу умрет Или же Все-таки От потери крови Потому что Обычно в шею Это смертельное ранение Получается Так, что тут у нас? Кто-то еще Значит, да? Белохвостый олень Здесь где-то у нас Звучал Тихо Ну, я так понял Ребята, они все Собираются на спячку Поэтому они все Здесь крутятся сейчас Давайте подождем Может быть Нам удастся Его подбить Так, ливень Кончился Это хорошо Тихо-тихо Где-то здесь Вот он, ребята Вот он Черт Как близко Прицел Вау Это лось Ай Блин Гребаный прицел Ребята Меня подвел прицел Потому что Уж больно у него Офигенное приближение Он вообще-то Предназначен на Дальней дистанции Поэтому Когда так близко Стоит лось Это было В принципе Бесполезно Хотя Если бы он Меня не обнаружил Я бы его Естественно Подбил Надо было мне Придурку лечь Все-таки В траву А не стоять Тихо Вроде возвращается Да? Точно, ребята Только это уже другой Бинго Шикарно, ребят Одного упустили Но зато Другого побили И по-моему Это все-таки у нас Белохвостый олень На лося он не смакивает Так, давайте глянем Кто это у нас такой? Нет, вроде как лось Все-таки Самец Да, ребят Это лось А та была самка Так, отлично 231 опыт Я получил Так, ну что же Лоси Это все, конечно, хорошо Но нам нужен мишка Давайте Думаю, что Здесь уже долгое время Никто не появится Именно на этой ночлежке Потому что Это уже зона Риска Она отмечена Фиолетовым местом Фиолетовым Как сказать Цветом На карте И можно сюда Смело не ходить Ну, как вам сказать Игрового времени Где-то Суток двое Это игрового времени А так Часов 8, наверное Или 9 Хотя у них тут Время идет так же Как у нас То бишь По реалу все Так Руначи Что же Нам надо Идти дальше Вот так Как мы сейчас С вами идем Двигаемся В этом направлении И рано или поздно Должен быть мишка Так, тихо Вот это кто у нас Ага Вот, ребята Черный медведь В принципе Он нам и нужен Хотя тут Не только черный По-моему Тут есть и бурый Я даже видел Медведя Альбиносцы Вы знаете Кто такой альбиносец Это полностью Полностью белый Как седой Можно так сказать Причем Он довольно ценится Цена За медведя Здесь В основном В шкуре Если ты ему Попадаешь В голову То шкура Будет намного Ценится Чем Если ты ее Повредишь Так что В принципе На медведях Очень хороший Заработок Идет Но При условии Что ты его Будешь Очень аккуратно Добывать Давайте посмотрим Так Ну вот только Тебя здесь Не хватало Так Ребята Это койот Значит Там все таки Была лиса Вот Вот Я вижу Ребята Вон она Ползет Косуля Походу Ой Косуля Олень Черт Вот он Блин Дерево Это мешается Черт Зарости Ладно Сейчас попробуем Мимо что ли Блин Ну как так Ну елки Ты палки Так Пробежали Они значит Я еще раз Повторюсь Ребята Что Есть возможность Точнее Вероятность Того Что Они вернутся Обратно Они Они всегда Крутятся Здесь Неспроста Либо У них Здесь Нашлежка Либо Кормежка А тем более Когда их Двое Так Вот у нас Лед Какой там Потеря крови Средняя Ну значит Ранение Несмертельное И если Если честно Со средним Ранением Он может Пробежать Приличное Расстояние Ну как Приличное Ну метров 100 точно Наверное Может Пробежать Ну Сейчас я его Искать не буду Есть вероятность Что мы на него И так наткнемся Наверное Так Это кто у нас Это у нас Колумбийский олень Да Значит там Впереди Ну давайте Пойдем туда Все равно Нам в том направлении Идти Вдруг Мишка захочет Им полакомиться И Как раз Будет для нас Выгода Так Очень и очень Рядышком Он находится Ёлки-палки Как Как это Солнышко Меня пригревает А Блин У меня же прям Плечо Уже подгорело Нам не угодишь Да Дождик Плохо Солнце Тоже плохо Ветер Тоже нехтик Кстати да Ребят Насчет ветра Видите Компас В правом Нижнем углу Вот это вот Север Юг Запад Восток И зеленая Такая стрелочка Ну не стрелочка А как сказать Зеленый контур Так вот В данный момент Куда я смотрю Белая стрелочка Показывает А зеленая Это Куда я дует ветер То бишь Запах Животные здесь Особенно медведи Очень У них очень сильно Развит обоняние И они Могут тебя Издалека почувствовать Поэтому хорошо Когда ты идешь На дичь И ветер дует Именно на тебя Он твой запах Сдувает Тихо Красавица Бинго Ребята Тихо Тихо Там-то кто Вау Застрял что ли Да где он там Вот Ай-яй-яй-яй-яй Упустил Упустил Ну и хрен с ним Главное Что этого побили Оу Ребята Кстати Помните В которого я попал Говорил 100 метров Что он пробежит Вон он валяется Где Так Грудной отдел Вот он Далеко не убежал Мягкие ткани Ну что же Я очень Очень этому рад Кстати Я бы очень уверен Вот этот Вот второй Которого сейчас Только что мы убили Это и была Та двоечка С которой я дал Промашку Так Опыта маловато Конечно 67 дали Но тем не менее Растем Слушайте Винтовки Я думаю Что уже развивать Мне не стоит Надо будет Скорее всего Мне покупать Оу Вот они Следы медведя Значит Где-то Мишка рядом Надо развивать Себе Хотелось бы Конечно Луком попробовать Говорят Довольно Хорошее оружие Самое главное Что очень тихо Это То бишь Я могу убить Оу Тихо А это лось Гора Кракен Я могу Убить Животину Даже ее Не спугнув А это Очень большой плюс Сами понимаете Так что Есть возможность У вас Понаблюдать Как возможно Я скоро буду Охотиться С луком Ну и еще Конечно Хотелось бы С револьверов Пострелять Там еще Есть Помповые Ружья Ну вы понимаете Что такое Помповые Да Это стреляет Дровью Которая Но тем не менее Оно может Стрелять И пулями Там довольно Специфические Пули Почему я это все Знаю Потому что у меня Отец охотник Смотрите Красота вышла Бушняк Вот у меня Отец охотник И он меня В детстве Очень часто Брал на охоту И показывал И давал Стрелять Мне Но почему-то У меня Это дело Не прижилось Может быть Потому что Жалко Животных Убивать Их Разделывать Это как бы Не мое Знаете И я от этого Отошел Я вот больше Рыбалочку Что-нибудь такое Ну а вот Для жаждущих Как бы вам сказать Охоты Я вот люблю Вот этот Экстрим Вот эта игра Для меня Самое то Раз Как говорится В реале Не могу То вот Нате вам Пожалуйста Играйте Убивайте Наслаждайтесь Всеми прелестями По крайней мере Комары не кусают Машка Мозги Не компасирует В общем Все как надо Причем Можно купить себе Абсолютно Любое оружие Оснастить его Блин Купить любой бинокль Тихо 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 Вау Это же медведь Фак Да как так-то Ну Ай Упустил Черный медведь Был Ребята Да Ну есть Возможность Того Что мы его Здесь Можем Увидеть Если он Побежал Прочь От меня Тогда нет Если он Побежал Куда-то Вот здесь Вот В кусты Прятаться Тихо Тихо Кто-то Лазит Здесь Тишина Так Ну здесь Опять Ночлежка И скорее всего Медвежья Они Обычно Любят Вот На таких Вот Местах Отдыхать Чтобы Рядом Водичка Была Ветерок Их Обдувал Короче Малинник Ладно Давайте Пойдем Посмотрим Потихонечку Будем Ползти Чтобы Личний раз Не спугнуть Блин Да кто-то Шоркается Я слышу Прекрасно Крупная Дичь Судя По тому Как Передвигается Так Тихо 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 Неужели Медведь Точно Ребята Ёпты Ёпты Иметь Мне Пришлось Ребята Стрельнуть Даже То что Я не попал Только Лишь Из-за Того Что Он Просто Мог На Меня Напасть Это в игре А в реале Блин Штаны бы Навалил Знаете Сколько Так Давайте Бить Бить Так Он Замер Ну я Видимо Его Все-таки Прошил Ребят Как ни Крути Надо Идти За ним Потому Что Раз Он Так Ну я Вижу Там Олень Пробежал Ну Мне Сейчас Не До Него Потому Что Если Он Остановился Это Означает Что Он Очень Хорошо О Вот Он Ребята Далеко Не Убежал Шикарная Добыча Ребята Очень Шикарная Вот Он Наш Мишка Во Всей Красе Вот Смотрите 1132 Бакса Я получил За него А куда Ему Попал Два Раза Смотрите В Кишечник Я ему Пробил Кость Я ему Пробил Правую Бедренную Крестец В общем Короче Я его Тут Хорошо Изречетил Ну а На этом Я думаю Что Я буду Завершать Этот Выпуск Как Говорит Всем Спасибо За Просмотр Если Вам Понравилось И Вы Хотите Дальше Смотреть Мои Похождения По Охоте Ставьте Лайки Комментируйте И Я Обязательно Продолжу Нашу Охотничью Деятельность Ну а На этом Все Всем Пока Ребята И Удачи До Скорых Новых Видосиков